Ну а теперь к другим темам. Несанкционированная свалка в поселке Шамхал загрязняет реку Шура-Азень, расположившись практически у самого берега. Она грозит экологическим коллапсом. Полигоном заинтересовались работники рыбоохраны, ведь он находится в непосредственной близости от водоохранной зоны, то есть менее чем в 200 метрах от самой реки. Как образовалась свалка и возможно ли решить эту проблему, выяснила Хадежат Мазгарова. Полиэтиленовая крона деревьев, клубы токсичного дыма от сожженного пластика и других бытовых отходов. Так выглядит окраина поселка Шамхал. Эта несанкционированная свалка расположилась прямо на берегу реки Шура-Азень, вопреки всем правилам водоохранной зоны. Грозит экологической катастрофой, потому что мусор лежит в водоохранной зоне, оттуда сдувают его в русло реки и река его несет в море. Опять же, например, летом различные могут быть инфекции, бактерии. Купаться будет запрещено. По факту проводится расследование. Виновным в организации незаконного полигона грозит штраф. Начали административное расследование по статье 8.33 и 8.42, часть 1 по КОАП Российской Федерации. Будем выяснять, кто виноват и будем наказывать. На юрлицо идет штраф от 200 до 400 рублей. Мы штрафуем. И на должностное от 10 до 12 тысяч. А вот и нарушители. Самосвал выгружают сотни килограммов мусора. На вопрос, почему игнорируют правила водоохранной зоны, водитель отвечает встречным вопросом. А куда выбрасывать? В поселке с населением в несколько тысяч человек не организован вывоз бытовых отходов. В администрации Шамхала о проблеме знают. И тут ссылаются на безвыходность ситуации. Не заключен договор с региональным оператором по вывозу ТБО. Причина – отсутствие необходимой техники у последних. Но ситуация должна измениться уже в ближайшее время, обещают местные чиновники. Техника нашлась. Управляющая компания «Лидер», как только они начнут вывозить этот ТБО с данной площадки, и этот котлован тоже закопают, мы, в свою очередь, администрация, выделим технику для того, чтобы закопать этот котлован и привести в порядок. Подобная ситуация на водных объектах наблюдается в большинстве пригородных поселков Махачкалы. Не лучше обстоят дела и в горных районах. Отходы сбрасываются прямо в реки, что негативно отражается на окружающей среде.